МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо, что остались с нами. Второй блок программы мы часто проводим в виде своеобразной очной ставки. Участники конфликта высказывают свою точку зрения и диспутируют с оппонентом. Продолжаем анализировать ситуацию с театром молодежи. В студии директор учреждения Адисон Солохудинов. Здравствуйте, Адисон. Здравствуйте. И Лидия Василенко, режиссер театра. Здравствуйте, Лидия. Лидия, как появилась идея открытого видеообращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину? Дело в том, что ситуация в нашем театре уже достаточно давно носит такой критический характер. И до этого обращения у нас было два творческих часа в течение апреля месяца, где мы высказывали нашему руководству недовольство, которое назрели. Да, Адисону Схатовичу мы собирались с художественным руководителем. И два творческих часа коллектив выражал, ну, некое, так сказать, недовольство. Но никакой реакции от нашего руководства не последовало на эти неудовольства. И уже не было, просто не оставалось никакого выхода, как обратиться за помощью к президенту. А ваши основные требования или ваши основные претензии, вот чего они касаются, буквально концептуально? Первое, второе, третье, четвертое. Ну, первая претензия — это распределение внебюджетных денежных средств. А как нам показалось, они распределяются неправильно, не по назначению. То есть есть какие-то… Воруют? Нет, нет. Есть какие-то первоочередные нужды, потому что сегодня театр находится в кризисной ситуации. И для того, чтобы выйти из кризиса, необходимо эти средства распределять, ну, так сказать, грамотно. Что еще? Также повышение уровня заработной платы, потому что у нас не только в апреле обрушилась на нас такая низкая заработная плата. В общем, это уже достаточно давно. Лидия, вы знаете, что меня удивляет? Я прошу прощения, что вас перебиваю. Дело в том, что я внимательно несколько раз пересматривал вот это вот видеообращение, и вот там во главу угла несколько вещей ставят. Первое, то, что действительно заработная плата. Потом я цитирую практически дословно. Из театра гонят профессионалов, их выживают. Отсюда это политика руководства. К руководству я не могу подойти, департамент не помогает, а только требует. Вы же сейчас во главу угла поставили все-таки некое распределение доходов. Почему не было речи о распределении доходов из небюджетных фондов в вашем видеообращении? Ну, нам казалось, что это наша внутренняя кухня, все-таки которую мы сможем урегулировать. Подождите, но вы же вашу внутреннюю кухню, по вопросу вашей внутренней кухни вытаскиваете наружу, вы обращаетесь к президенту. К президенту мы обратились непосредственно с вопросом низких заработных плат, потому что таких низких заработных плат у нас не было никогда. Вот, например, в апреле 2014 года я получила 17 900, а в апреле 2015 года я получила 11 000, ну там без нескольких сотен рублей. У меня еще один вопрос, тоже цитата из этого видеообращения. Мы просим вашей поддержки обратить внимание на эту ситуацию. Просите вы у Путина. А в вашем, по вашему мнению, в чем вот должна заключаться поддержка и обращение внимания? Какие-то конкретные аспекты? Ну, конкретные аспекты, мне кажется, чтобы он обратил внимание, из чего складывается эта низкая заработная плата. По какой причине такая низкая заработная плата стала указываться в наших расчетных листах? Ага. А вы обращаетесь к Владимиру Владимировичу, потому что не можете решить эту проблему здесь? Да, мы неоднократно пробовали ее решить, но, к сожалению, мы не добились никакого результата. Я правильно понимаю, что вот тот довод, который указан в видеообращении по поводу того, что к руководству мы не можем подойти, это не совсем правда, потому что все-таки к руководству вы подходили. Да, но он нас просто не слышит. Я понял. Вы слышите? Да, да, конечно, слышу. И сотрудников? Да, конечно. Тогда, если вы их слышите, насколько оправданы их претензии к вам, к департаменту культуры, ваше точка зрения? Я думаю, что в данной ситуации, я ведь целиком и полностью разделяю, что зарплаты чрезвычайно низкие. Чрезвычайно. Но я хочу заострить внимание буквально на следующем, что все заработная плата, все начисления и выплата заработной платы производятся и производилась в соответствии, в соответствии, господи, с действующим трудовым законодательством, а именно трудовым кодексом Российской Федерации. То есть это окладная часть, которую мы не в состоянии изменить. Поэтому никто не получил заработную плату меньше, чем он подписал в трудовом договоре. Почему зарплата такая маленькая? Почему на руки получают так мало денег? В видеообращении к президенту звучали цифры 10 тысяч, 11 тысяч, 14 тысяч. Вот сейчас Лидия говорит 17 тысяч. В видеообращении не было тех людей, которые получили гораздо больше, чем получали раньше. То есть есть актеры, которые получали раньше одну зарплату, в этот раз они получили гораздо больше. Этих людей в видеообращении не было сказано. Понимаете, какая история? То есть были люди только те, которые получили меньше. Вопрос напрашивается, прошу обращения. А почему именно эти люди получили меньше? Одни люди получили, потому что они были заняты. Одна из актрис, которая была, участвовала в этом обращении, была занята в апреле месяце в двух спектаклях. Значит, другая актриса была занята в четырех спектаклях в месяц. Все. Ни репетиций, ни спектаклей. Два спектакля, четыре спектакля. Другая история. Есть актеры, которые из тех, кто обращался, были задействованы в большем количестве спектаклей, которые практически выполнили свою норму. Но у них есть непогашенное взыскание. Взыскание, само собой, оно подразумевает невыплату вот этих стимулирующих надбалок. А за что взыскание? Ну, было за опоздание на репетиции. Это... Они были ознакомлены с этим взысканием, поставленным в известность. То есть все в рамках трудового законодательства. Спасибо большое. Вы согласны с такими доводами вашего оппонента? Можно возразить. Все дело в том, что мы не можем всю труппу из 30 человек записать в видеообращение. Значит, те люди, которые выражали свое мнение, они выражали мнение коллектива. Это засвидетельствована стенографическая запись. У нас есть собрание коллектива с вице-губернатором. И коллектив единогласно выражал свое мнение. Поэтому это не видеообращение каких-то частных лиц, а это мнение коллектива. Я на этом настаиваю. Понятно. То есть вы считаете, что все 30 человек недовольны заработной платой? Все 30 человек недовольны заработной платой. Это действительно так. Нет, это, конечно же, не так. Однозначно не так. Хотя бы по одной простой причине. Где хронология? Давайте хронологию. Все-таки сперва было видеообращение, а потом только было собрание с вице-губернатором. Понимаете? А поэтому говорить о том, что на собрании, ведь если бы было сперва собрание, а потом видеообращение. Сперва все высказали претензии, а потом было видеообращение. Тогда хронология понимает. Тогда наоборот это произошло. Сперва было обращение, потом уже было собрание. Еще одна ваша ремарка. И перейдем к следующему вопросу. В этих словах отсутствует логика. Потому что если бы были люди не согласные с позицией выразившихся президенту, то наверняка на собрании бы это мнение прозвучало. У меня вот еще какой вопрос. Речь идет о деньгах. Хотим мы того или не хотим, но у нас бюджет дефицитный. У вас учреждение культуры, которое финансируется из бюджета. Бюджетных денег никогда не хватает на то, чтобы люди получали нормальную, по их мнению, заработную плату. Именно поэтому существуют так называемые внебюджетные фонды. Театр нормально зарабатывает денег? Нет. Сколько театр зарабатывает денег и на что они идут? Так, минуту пожалуйста. Подготавливайся человек. Бумажку сразу. За 4 месяца нами было потрачено на заработную плату из вне бюджета 1 млн 986 тысяч. А сколько всего заработали? Заработали, давайте я не буду говорить точную цифру. Примерно хотя бы. Не знаю, 4 в пределах 4,5. То есть половину потратили? Ну, где-то так, да. Примерно так. Далее, значит, на налоги было потрачено на социальные 596 тысяч 350 рублей. И мы платим на прибыль, на имущество, на транспорт тоже из вне бюджета 182 тысячи 747 рублей. Также мы погасили долги опять из вне бюджета перед авторским агентством, перед РАУ. 420 тысяч долги эти были на 1 января. Я заступил в должность 31 декабря. В этом году театр зарабатывает больше денег, чем в прошлом году, чем до вас? Я сейчас пока, у меня нет вот такой цифры, я вам не могу сказать, по первому кварталу не могу сказать. То есть у меня сейчас такой цифры нет, голословным быть не хочу. У меня к вам вопрос. Да. Скажите, из тех денег, которые зарабатывает театр, ваша точка зрения, что они расходуются нерациональной? Совершенно верно. Хорошо. Как бы вы это делали? Ну, в первую очередь, нужно тратить деньги на постановки, потому что постановками мы привлекаем зрителя, и выстраивается цепочка от зрителя к финансам. Почему нет? То есть от заполняемости зала, правильно? А когда мы делаем низкобюджетные постановки, чем мы можем привлечь зрителя? Вы согласны с этим доводом? Значит, на основные средства. Есть отдельная статья, которая называется «Постановка спектакля». На основные средства. Во-первых, у нас складывается художник-постановщик вместе с режиссером-постановщиком, составляет смету спектакля, которая утверждается, и согласно этой смете, если она была утверждена, согласно этой смете выплачиваются деньги на костюмы, на декорации, на стройматериалы и на прочее. Постановка спектакля. Основные средства 187 213 рублей. Материалы для спектакля 699 852 рубля. Это было потрачено на постановку спектаклей в текущем репертуаре. Мы за 4 месяца сыграли 3 премьеры. С учетом того, что январь месяц, январь месяц, это шли новогодние праздники. То есть вы не согласны и с этим доводам вашего оппонента? Нет, я хочу возразить. Вот сейчас, например, я приступила к постановке детского спектакля, где была обозначена сумма в 30 тысяч рублей, которые выделяются на постановочное. Именно это не учитываем художника, не учитываем... А вот именно декорация и оформление сцены 30 тысяч рублей. Вы понимаете, какой это мизер. То есть нельзя экономить на этих нуждах. Весомый довод, нет? Очень весомый. К сожалению, вынужденный. Потому что здесь речь идет о том, что эти деньги не собираются в кубышку, эти деньги не разбазариваются куда-нибудь. Лидия, у меня к вам еще один вопрос. Дело в том, что, готовясь к сегодняшнему эфиру, я специально на нескольких сайтах, на нескольких интернет-форумах разместил анонс, чтобы наши зрители, зрители этих интернет-сайтов присылали вопросы. К вам, вот, к вам. И вы знаете, там есть один из доводов, звучит. Я его процитирую. Дело в том, что пользователи интернета считают, что ваша такая позиция, она связана с тем, что вы сами хотели стать директором театра молодежи. У вас не получилось. И поэтому то, что сейчас происходит, все эти видеообращения, это, с одной стороны, такая своеобразная месть, а с другой стороны, попытка снять действующего директора, для того, чтобы занять его место. Ну да, есть зерно, так скажем, правды в этом. Потому что я действительно подавала концепцию на директора. Но я хочу вам напомнить, что я режиссер прежде всего. И когда обезглавили театр, когда убрали Галкина, нужно было, потому что я уже 10 лет работаю, я знаю принцип работы театра. Потому что театральный организм, это страшно сложный организм. И механизмы, которые там работают, они не такие простые для того, чтобы руководить. Поэтому концепция на директора действительно была подана, но только для того, чтобы театр, так сказать, не рухнул. Потому что мы все прекрасно понимали, что придет человек со стороны, и очень долго будет вникать вообще в устройство театра. То есть вы считаете, что вы бы руководили театром лучше, чем Мадисон? Нет, я так не могу сейчас сказать. Возможно, я столкнулась бы тоже с этими же трудностями. Но это никоим образом не связано с обращением к президенту. Никоим образом. Потому что если вы думаете, что артисты – это люди, которых можно повести на заклание, это далеко не так. Лидия, моя задача – задавать как раз-таки те вопросы, которые интересны моему зрителю. А этот вопрос, он интересен моему зрителю. Понимаете, почему я его задаю? Я вам ответила, да, конечно. Моя концепция, я подавала концепцию. Верно, это так. Я не отрицаю этого, да. Я понял. Коллеги, у нас не так много времени осталось. В любом случае налицо конфликт. Взаимопонимания по многим статьям нет. Даже наш сегодняшний эфир это продемонстрировал. Мне бы хотелось понимать алгоритм выхода из кризиса. Ваш рецепт и ваш рецепт. Ну я, например, сейчас считаю, что нужно создавать какую-то антикризисную комиссию. Я считаю, что это должны быть люди, которые хорошо понимают театральную специфику. И, так сказать, коллегиально искать пути выхода из кризиса. Потому что театр находится в глубочайшем кризисе. И одному человеку на самом деле не справится. Ну вот я вижу такой выход. Мне кажется, это такие общие фразы. Вам не кажется? Согласительная комиссия. Что они конкретно должны делать? Мне кажется, потому что директора на самом деле, это до такой степени штучный товар, театральные директора, что это проблема, в общем-то, в российском масштабе. Вы знаете, вот я не хожу в театр молодежи. Я сейчас рассуждаю уже не как журналист, не как ведущий программы, а как обычный зритель. Я не хожу в театр молодежи. И мои дети не ходят в театр молодежи сейчас, хотя раньше ходили на Василия Теркина. Вот, потому что неинтересно. Мне кажется, вот в чем корень, зерно. Ставьте больше, ставьте популярные вещи, и люди будут ходить. Вам не кажется, что вот это основной постулат антикризисной программы? Мне кажется, у нас Юрий Владимирович, в общем-то, достаточно талантливый режиссер, пришел сейчас. И, в общем-то, на него возлагали надежды. То есть, творческая составляющая, я бы не сказала, что у нас хромает. Ваш вариант выхода из кризиса? Я не вижу, значит, здесь, в общем-то, такого фатального кризиса. Я вижу наши низкие оклады, но их невозможно изменить. Их возможно изменить только на государственном уровне, потому что это дает такие оклады государства. А в данном случае я вижу только в одном. Это консолидироваться здоровым силам для достижения цели. Скажите, а Лидия – это здоровые силы? На мой взгляд, Лидия Михайловна, преследуя определенные цели, консолидирует вокруг себя вот таких, условно говоря, обиженных людей. Борьбные силы. То есть, это идет борьба. Да, идет все-таки борьба. Я ее тоже расцениваю как борьбу за кресло. В данном случае есть люди, которые идут за мной. Ну, не потому что я такой уж флагман, понимаете. Но они разделяют эту политику, они понимают, к чему. И я хочу сказать все-таки, понимаете, за 4 месяца работы, в условиях, в которых еще никогда так тяжело театр не жил, как и вся страна наша, правильно? Мы же не в отдельно взятом государстве живем. Но погасить долги, предыдущие долги, которые были на 1 января, погасить долги, выйти перед авторским агентством без долгов, погасить долги, которые были за ремонт здания за 4 месяца. И сейчас практически театр существует без долгов в таких сложных условиях. Я считаю, что это показатель положительный. Поэтому ни о каком таком кризисе говорить нельзя. Одну реплику. Виктор Дуковович заявил официально, что никаких долгов после себя он не оставил. А вам, Адисон Схатович, остается только заплакать. Наше время подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Мне остается лишь напомнить телефон. 269-08-13 или федеральный номер 8902-483-0813. Если по какой-то причине не берут трубку, то отправляйте смс-сообщения. Мы обязательно прочитаем их и ответим. Всего хорошего. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok